Особое оживление можно было наблюдать в стенах детской городской библиотеки. Для того, чтобы познакомиться с необычными разработками и интересными проектами своих сверстников, в учреждение пришли ребята разного возраста из разных учебных заведений областного центра. Каждая площадка приятно удивляла своими особенностями. Говорящие книги, голограммы, робототехника – одним словом, увлекательно и впечатляюще. Самая основная идея «а давайте это сделаем, а давайте попробуем» имела отношение к детям. У нас уникальные работы, которые вы больше нигде не сможете увидеть, так как они сделаны в единственном на сегодняшний день экземпляре и не поставлены на поток производства. Ребята, которые приходят у нас на эту выставку, они могут посмотреть, как это все действует, почитать в представленной литературе, как работает это изобретение, и познакомиться, более того, познакомиться еще с историей, с биографиями многих великих изобретателей. На большой выставке студент технического университета Тимур Куриленко представил вертикальную эргономичную клавиатуру. Несмотря на внешнюю вычурность, изобретение достаточно удобное, и привыкать долго к новому варианту набора текста ее обладателю точно не придется. Было решено, так сказать, сделать более естественное положение рук, чтобы исключить проблемы с запястным каналом, и чтобы было более интересно пользоваться. Самое интересное, что данной клавиатурой легко научиться пользоваться, и полностью можно даже, так сказать, сильно долго не привыкать к ней, если вы умеете владеть, точнее, методом слепой печати. И это только часть представленных на выставке изобретений. Конечно, мероприятие в таком формате было только на открытии. Однако тех, кому могут быть интересны детские разработки, в библиотеке все же ждут. По адресу Набережная Франциска Скорины, 32, экспозиция пробудет до 25 января.